Доброе утро, дорогие друзья. Короткий перерыв между Суккотом, Шаббатом и следующими праздниками Суккот. И сейчас полупраздничные дни. Я еще раз напомню, что в эти дни работать надо там, где нельзя не работать. А в основном, чем больше мы будем в это время не посвящать свою голову отдельным проблемам, которые возникают, а опять-таки в душе праздновать, тем более правильно мы проведем это время. Вообще, очень интересно, нам повелевается быть в эти дни в радости. Но если человеку повелевают что-то сделать, это значит, что сам бы он до этого не дошел. Это значит, что мы по-прежнему печалились бы или еще там находили какие-то причины. А Бог, который все видел, он сказал, ребят, вот эти дни обязательно пребывать в радости. Пребывать в радости для того, чтобы хотя бы настроиться на целый год, чтобы как-то нести эту радостную ниточку вперед. Всегда, когда мы какой-то репер имеем, мы от него отсчитываем, начинает нам легче немножко жить. Знаете, все люди стремятся, ну это понятно абсолютно, человек стремится к материальному достатку. Но вот надо понять, для чего, для чего ты хочешь это все. Если ты хочешь это просто для того, чтобы это было, то это ошибочная и тяжелая концепция. Ни суперсовременные предметы быта, ни одежда, ни автомобиль, ни великолепная квартира не могут осчастливить человека. Они могут только помочь ему, если он правильно настроен, освободить время для работы над собой. И вот почему у евреев всегда много праздников? Потому что это никакой не выходной. Это работа души. Вот в обычные дни мы физически работаем, что-то делаем, что-то там обеспечиваем, как говорится, свое существование. В празднике совершенно происходит другое. Это дни тяжелой, серьезной работы, но работы нашей души. В празднике, в шаббат наша душа начинает работать. Мы должны остаться один на один с ней. Мы должны обсудить сам с собой, вот что, иначе вот в этом беге бесконечном мы никогда не остановимся. Иначе в этом беге бесконечном мы не найдем пять минут для того, чтобы посмотреть на свою душу, в каком состоянии она находится. Нам предписано в эти дни, почему сказано, там холя моет. Дни полупраздничные. Это дни, когда не надо опять-таки посвящать себя труду особо. Посидеть немножко. Это неделя идеальная для того, чтобы посидеть сам на сам с собой. Немножко порадоваться. Можно немножко лыхаем сделать. Но в сути своей вопрос стоит иначе. Вопрос стоит в том, насколько ты в состоянии со своей душой объяснить, как ты будешь жить дальше. Не пребывать, а жить. Причем радость, это когда ты... Вот от чего люди радуются? В Туре первый раз радость появилась когда? Вот открывает. Когда сказали ангелы Аврааму, что у тебя, там, у столетнего родится сын. И схок, вот это слово схок, смех. Тогда впервые проскочила вот эта схок радость. Причем радость в положительном направлении. Человек верит в то, что все будет хорошо. И он проявляется у него сразу радость. Человек верит, что он выйдет в любой ситуации. У него проявляется радость. В конечном итоге человек верит Творцу. И в этом самая большая проявляется его радость. Я верю, что мой отец на небесах знает лучше, что мне надо, как мне надо, для чего мне надо. И вот это вот все хорошо тренируется вот в эти вот дни праздника Суккот. Вы знаете, есть очень много всяких традиций этого праздника. Но одно из, повторяю, самых главных, это, во-первых, радоваться, а во-вторых, все-таки быть в компании. Вот все время человек не должен в эти праздники находиться один на один с собой. Найти для этого время можно. Но главное ему сегодня, вот прийти к какими-то людьми здесь, как-то вообще сидят в суке люди, радуются, там немножечко выпивают. Хорошо израильтянам, там сегодня тепло, у нас холодно. И тем не менее, все наши суки тоже полные. Вот мы сейчас два дня праздника, слава богу, полная сука у нас была. Все было замечательно. Дорогие друзья, сегодня не время уроков. Сегодня время, как бы, вот настроя на правильный год. Вот эту радость, повторяю, которую мы должны родить в себе, радость того, что мы живем, радость того, что вот у нас есть небо над головой, радость того, что мы еще один год прожили. Вот сейчас все это общая радость, она объединится у нас в душе. И как такой маленький факелочек пройти с нами следующий год. Поэтому не теряйте эти дни. Это совершенно волшебные дни. Находите поводы для радости, если у вас в душе что-то немножко не так. Находите поводы для того, чтобы улыбнуться. И увидите, как все вернется десятикратно, стократно, как хотите. Браха вы от слоха, всего самого лучшего.